Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Криптофротмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, затронем биткоин доминацию, поговорим про кинг фишер и в конце я поговорю еще про эфириум. Поехали. Первое, самое важное, я вчера в своем видео показывал вам и говорил о том, что S3 шартовая линия CPR, она является сейчас последним оплодом и держит цену достаточно бодро. Обвели в кружок, соответственно, именно это место и является зоной поддержки. Это технический анализ. Пройдемся по истории, я вам покажу, что S3 шартовая зачастую держится всегда очень бодро и практически никогда не пропускает цену вниз. Исключением может стать только то, о чем я и говорил вчера и писал вчера и сегодня затрагивал в своем телеграм-канале по поводу генезиса. Соответственно, здесь достаточно плотно описана вся ситуация происходящая. Так вот, чтобы вы понимали, дело в том, что единственный фактор, который может действительно вот так вот наклонить биткоин туда, куда-то вниз, это еще какой-то скам или банкротство биржи. Да, об этом мы и так все знаем. Так вот, генезис еще пока не собирается объявлять о своем банкротстве. Им всего лишь нужен миллиардик. Может быть, если у кого-то есть миллиардик, помогите генезису и спасите мир крипты. И за это вам спасибо будет. Так вот, пожалуй, это единственный фактор, генезис или какая-то другая биржа неожиданно, которая может позволить пробить CPR-линию. И остановка тогда будет вот в районе 14400, что сопряжено с медианой нисходящего глобального канала и, конечно же, локальной зоной поддержки данного глобального блока поддержки. Если происходит рывок, о котором мы поговорим еще сегодня и за конвергенцию в первую очередь, то у нас первое ограничение это, естественно, 16630, это YOMA10. Но так как у нас здесь еще S2 CPR-линия, то рывком мы можем задевать и примерно 16950 округлим до 17000. То есть это тот рывок, пампик, который может реализовать биткоин, исходя из конвергенции, включая 4-часовые. Но давайте сейчас посмотрим бегло на S3 шортовые CPR-линии. Пробивались ли они хоть когда-то за это время? По месяцам нет, 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 нет. И только здесь, в марте месяце 2020 года, то, о чем я говорил вот буквально только что. Корона-дамп, когда объявили всемирную пандемию. Единственный случай, когда S3-линия была пробита, но все равно мы вернулись на круги своя. Поэтому дальше нет, как я здесь не буду, вы уже и так все поняли. Только Genesis или ему подобные, о чем мы знать не можем. Хотя наверняка опять найдутся те, кто скажет, что они знали и за FTX-дамп, и за Корона-дамп, и, наверное, знали о том, что Аргентина проиграет Садовской Аравии. Ну-ну. Теперь почти каждую ночь по закрытию дневного таймфрейма я стараюсь публиковать в своем телеграм-канале достаточно подробно то, что вижу и что происходит. И наверняка для большинства из вас, что я читал в комментариях, мне, кстати, понравился один человек, забыл его никнейм, написал, говорит, вечно позитив, однако я вижу только одни красные свечи. Я улыбнулся, поставил смайлик, потому что действительно так оно и есть. Недаром я и писал, что забавно, не знаю, как неопытные из вас это поймут и к этому отнесутся. Дело в том, что, смотрите, в чем смех. Вот красные свечи, бодрые, дневные, да, раз, два. Но они пустые, абсолютно пустые. И вот что происходит. Вот эта свечка, да, сливная, она у нас объявилась вот здесь, то есть индикатор работает не так, как вам кажется. Так вот, она была пустой. Но почему она большая и полнотелая? Потому что ее никто не покупал, а наоборот продавали. Защиты не было, поэтому цена большая, но объемы пустые. Иногда можно видеть маленькую свечку с огромным объемом, а можно видеть такую огромную свечу, но совершенно пустую, как это показано здесь. И та свеча вчерашняя, от которой была паническая паника, которая оказалась совершенно пустой и выдала нам, посмотрите, аллилуйя, объем положительный, мы выше нуля, то есть положительный. И это и есть позитив, один из основных индикаторов, money flow, денежный поток и объемы. Теперь по поводу индикаторов. Посмотрите, пожалуйста, объемы мы сказали, объем у нас уже в положительной зоне, и сигнальная линия завернула в рост. То есть это намек, то, что может случиться, то, о чем мы писали и подготавливали, тот позитивчик, да, это позитив. То есть в ближайшее время мы можем получить локальный лонг на однодневном тайфрейме. Он еще не случился. Но все к этому идет, близится. Должна совпать еще совокупность факторов. Дальше, MACD. У нас гистограмма затухающая, и стремимся к пересечению, золотому пересечению по MACD. RSI у нас ростовой, и мы уже сегодня пересекаем сигнальную линию. И тут можно видеть по RSI что? Расхождение, конвергенцию. Это у нас средняя конвергенция. Мы ее, конечно же, отрабатываем. Как правило, отработка данной конвергенции это YOMA 10 при слабой силе покупателя, и YOMA 20 при силе покупателя. Крайне редко YOMA 50, но здесь пока ей не пахнет. Поэтому это 16600 примерно, плюс-минус для отработки конвергенции на дневном тайфрейме RSI. Вместе с тем, на 4.7 тайфрейме, я уже сегодня вам говорил, мы видим достаточное количество и на объемах TSV и по MACD тоже среднюю конвергенцию. Соответственно, вот этот рывок сегодняшний, это как раз-таки тот фактор. И то, что мы уже коснулись YOMA 20, для конвергенции на 4 часах, это уже и может быть отработка. Опять же, если это скрестить, совместить с однодневным тайфреймом, то YOMA 50 в рамках 4 часа тайфрейма мы можем увидеть. Но это опять же 16600. То есть, все, та же YOMA 10, только на дневном тайфрейме. В продолжении темы про конвергенции я просто хочу напомнить то, что уже показывал. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот у нас здесь, вы видите на дневном тайфрейме такую вещь, как MACD. У нас была MACD, растущая с 12 мая. Посмотрите, а у нас ноябрь. Соответственно, если вы устроите и протащите расхождение, вы видите сумасшедшую, сильную конвергенцию на дневном тайфрейме. Чем глубже опускают биткоин, мы сотворяем огромный пружин. Она натягивается все сильнее, сильнее, сильнее. Например, натяните носок поглубже. Что произойдет? Правильно, прорыв. Ваши пальцы окажутся снаружи, выйдет с внешней стороны носка. Но эта информация вам не нужна, а информация о том, что вот здесь назревает реальный импульс, взрыв. Это факт. И это тот позитив, о котором мы говорим, глобальный. То есть, 195 дней натягивается эта пружина в виде конвергенции. И раз такая ситуация возникает, она зачастую возникает где? В ситуации нисходящего клина. Потому что те, кто работает с ТА, я сказал бы, единицы, разбираются в этом. Нисходящий клин – это совокупность конвергенции. Так вот, именно поэтому Вайков нам и предлагает схему номер 4. Но мы еще обсудим. Так вот, нисходящий клин после Мивайкова зоны аккумуляции – это номер 4. Клин. Соответственно, каждый раз, когда мы опускаемся все ниже, натягивается все больше и больше конвергенция. После чего должен происходить прорыв цены вверх. То есть, пробивая клин вот в этом месте. И начинается движение вверх. Я еще вчера вам показывал, посмотрите, как недельный тайфрейм уже практически по стокастику разгружается. Так вот, в моменте, если он начнет двигаться вверх, то мы можем вполне добраться до этой наклонки. И вот здесь будет основной экзамен. Если он пробивается вверх, то с высокой вероятности это не какой-нибудь нисходящий клин, а схема номер 1 – то, что мы изначально с вами рассматривали. Схема 1 или схема номер 2. И если это схема номер 1, то здесь у нас будет еще одна подсказка. Дойдя до примерно района 18200, о котором мы говорили тоже на той или позатой неделе, как сценарий, здесь будет откат и после дальнейшее движение. Потому что именно так и работает схема номер 1. И та теоретическая выкладка, которая была в мае, которую я тоже вспоминал вчера, приведет действительно к движению битка уже в январе месяц. Более практично, если подойти к этому вопросу, то это примерно февраль. Но, если предположить, что это достаточно затяжная криптозима, что пока по ТА я не вижу. И предположить, что с схемой номер 2, то мы находимся только в фазе B. Представляете себе? Но в любом случае, при этом должно будет осуществиться движение до верха канала аккумуляции, после чего откат на зону медианы, то есть до района 20800. Движа, которой мы практически не опустимся, и тогда уже будет прорыв. Но исходя из ТА, я все-таки более склоняюсь к схеме номер 1, хотя схему номер 4 также рассматриваю как один из основных вариантов. И это будет очередной экзамен для данной наклонки. Если поглядеть на карту ликвидации по Кингфишеру, аллилуйя, этого мы давно не видели. Оказалось бы, уже никого не денег, все боятся. Ага. Смотрите, лонговых ликвидаций у нас вплоть до 11 тысяч, на сумму 1 миллиард 200 миллионов. А вот шортовых ликвидаций вплоть до 24 600, да, то есть почти верх канала аккумуляции, на сумму полтора миллиарда долларов. То есть у нас шортовых ликвидаций больше, чем лонговых. В коем-то веке. Если говорить про локальную перспективу и цифры, которые мы сегодня обсуждали, это район 16 900 плюс минус, то по Кингфишеру мы видим, что здесь, в этом месте, как раз и стоит башенка. Вот это 16 900, ликвидация на 200 миллионов. Поэтому вполне вероятен этот сценарий в ближайшие дни, до конца недели. Именно поэтому я и слежу в своем телеграм-канале за этим вещами. Подписывайтесь, чтобы узнать все раньше всех и бесплатно. Если посмотреть на дельту объемов, то зашли за долгое время впервые большие объемы на покупку, которых не было с 11 ноября. Представьте, да. Соответственно, по RSI мы подошли и пробили 50-ю горизонталь. Как правило, следует маленький, небольшой ретест в рамках 4 часов после чего движения вверх. Более того, в своем телеграм-канале я описываю и пишу, что на момент 3 часа 10 минут, 4 часа 10 минут, смотрится локально как минимум пару свечей. Как видите, свой потенциал он действительно реализовывает. Если поглядеть на карту доминации биткоина перед альткоинами, то мы видим, что мы находимся в состоянии боковика. Если вдруг при каких-то обстоятельствах действительно начнут ронять биткоин, это возможно только в двух хипостасях. Первое, это при условии, опять же, генезис дампа или какой-то другой биржи. Тогда, естественно, деньги начнут выводить из биткоина и сальтов и мы все бодро полетим вниз. В этот момент, если мы проходим рамочек 40-й горизонтали, 40%, то здесь уже начнут стрелять всякая дичь. Шибы, дуги, коины и какие-то рокен-черри коины, токен-коины и всякое такое. Если наоборот будет ситуация, при которой пойдут катить бочки только на биткоин, представим такую ситуацию, с биткоина будут выходить актив и он пойдет двигаться вниз, основные альткоины фундаментальные начнут стрелять. Если вдруг все будет хорошо, позитивно и действительно начнет восстановление движению вверх, то при этом биткоин будет расти и, как правило, особо приближенные к императору тоже будут расти. Это эфириум, лайткоины, биткоин кэш и подобного рода. Если поглядеть на эфириум, то можно что сказать. Монета, у которой имеется на дневном тайфрейме расхождение по MACD и мы имеем на текущий момент действительно сильную конвергенцию. Поэтому с высокой долей вероятности эфириум должен, но не обязан, пойти тоже к YOMA10. Это райончик 1200. В лучшем случае до YOMA20 это 1266. Но перед этим он еще может совершить укольчик вниз, после чего действительно начнется не просто откат и отработка данной конвер, а возможно и дальнейшее восстановление эфириума. С учетом объемов, которые заходят и сигнальная линия тоже свидетельствует о том, что в ближайшее время начнется локальный лонг по эфиру пару дней, 1-2-3 дня и RSI тоже планирует пересекать сигнальную линию. К слову, и по RSI у нас на дневном тайфрейме на эфириуме есть расхождение средней конвергенции. В общем смысле один к одному как с биткоином. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. В описании под видео есть три отличной биржи. Bidget, Bybit, Femix с нулевой комиссией на споте на бирже Bidget. Я провожу турнир на 7000 долларов, возможность увеличения до 6000, даже если условия, которые описаны ниже, не будут выполнены. В любом случае, лидеры получат свои призы, пускай не ту максимальную сумму, но я никого не обижу. Свои кровные я точно отдам. Главное участвуйте и помните, что этот турнир я лично по инициативе запустил, потому что моему каналу в этом месяце ровно год, как я его создал. Хотел его отпраздновать так и порадовать вас. Если вдруг вы пойдете в лес за хворостом в эту пару и встретите там медведя, то скажите ему цигель, цигель, алюлю, пора бы уже и в спячку впадать. Тем более фруктмен говорит, что 1 января уже начнется потихонечку, помаленечку восстановление. Ну, медведь навряд ли вас услышит, лапой даст по голове, но хотя бы вы хоть что-то попробовали, потому что если ничего не делать, ничего и не случится. Согласен? Так себе совет. Поэтому не тягайтесь по лесу, сидите, торгуйте. Всего доброго.